Тесунь, Великобритания, русский сенатор Плевал я на их санкции Нил Бейкер Тесунь, Великобритания 30 августа 2018 года Народный артист Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет Российский сенатор, друживший с Путиным и находившийся под санкции ЕС, умер после битвы с раком Во время своей успешной карьеры певец советской эпохи Кобзон неизменно носил фирменный блестящий черный парик У него якобы были связи с российским преступным миром По сообщениям, легенда русского вокала Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет Эстрадный певец советской эпохи и друг Владимира Путина предположительно умер от рака после прохождения очередного курса лечения в московской клинике Прозванный русским Фрэнком Синатрой, Кобзон был также успешным бизнесменом и политиком Но из-за своей близости к кремлевской иерархии он оказался на линии огня В 2015 году он попал под санкции ЕС после провокации России на Украине В свое время он заявил, плевал я на их санкции И пообещал выступать в защиту русскоязычных в спорных регионах, на Донбассе и в Крыму Уроженец украинского Донбасса, который ранее входил в состав России Кобзон родился в еврейской семье в шахтерском городке Часов Яр в 1937 году Он начал петь в детстве и даже выступал на концертах, посвященных безжалостному диктатору Иосифу Сталину Но Кобзон получил популярность в 1921 год, когда после обучения у педагогов из советской армии стал профессиональным исполнителем С 1956 по 1959 год Кобзон служил в армии, где был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа, примечания редакторов Свою первую пластинку он записал в 1962 году, а в черном блестящем парике выступал на десятках официальных концертов и других крупных мероприятиях Между тем, он смог продолжить успешную политическую карьеру, в том числе возглавляя комитет Государственной думы по культуре в течение своей 29-летней депутатской карьеры При этом, как утверждается, он был тесно связан с российским вором в законе Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик, который был застрелен в Москве в 2009 году Кобзона тепло поддерживал российский лидер Владимир Путин и лично отметил его заслуги А бывший президент СССР Михаил Горбачев сказал, что Кобзон использовал эмоции и мастерство, чтобы рассказать историю нескольких поколений нашей необъятной Родины В 2014 году Горбачев добавил его, Кобзона, по праву можно считать одним из отцов-основателей культуры советской песни Замечательного явления как тогда, так и сейчас Все, что пел и продолжает петь Кобзон, от триумфальных фестивальных маршей и задорных эстрадных песен до самых лирических песен и народных мелодий Все это неотъемлемая часть музыкальной биографии нашего многонационального отечества Это, вероятно, ключевой секрет неизменной популярности певца Когда каждый из нас слушает его, мы узнаем что-то, что принадлежит нам, что-то близкое нам, что-то, что касается души Кобзон был женат три раза, у него остались двое детей и жена Нинель Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...